Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Держать, 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 держать. В зале витается напряжение. Для кого-то из этих находящихся парней, находящихся на помосте спортивном, вот этот поединок, эта схватка может стать определяющей, во многом определяющей. Да, но только что мы видели перед этим боем, мы видели схватку с супертяжей, весом выше 100 килограммов, он завершился быстро, быстро, это поединок, удушающим приемом. И у нас ведь еще сегодня в программе соревновательной схватки борцов до 100 килограммов. Но, впрочем, это попозже, скорее всего. Да, нет, вот поправили мне, что все-таки вот это вот до 100 килограммов сегодня пока что вот мы не увидим. Ну да ладно, есть о чем говорить, Артем Рогов здесь рядом со мной. Я думаю, что я дам возможность Артему, во-первых, когда я задам пару вопросов, он мне ответит на эти вопросы и поможет мне комментировать происходящее на спортивном помосте. Артем, ну вот, ваш Аманат, ваш воспитанник, ну, показывал, в общем, неплохие действия на площадке. Вы знаете, даже вот я признаюсь, каюсь, я от режиссера получил, в общем-то, порцию гнева в свой адрес. Я желаемых выдавал за действительную, отдав 5 баллов, которые принадлежали ему сопернику Аманату. Ну, наверное, все-таки, дай бог, чтобы это было проведением, да? Вот как вы можете оценить вот эти поединки с участием Аманата? Вот что ему не хватает? Вот мне кажется, чуть-чуть, где-то вот около. Да, на самом деле, вот все поединки, которые он провел, я считаю, он провел, ну, для первого раза нормально. Да, он хорошо защищался, хорошо позиционную борьбу вел, но ему не хватает атак. То есть, он... Агрессией, может быть, агрессией, да? Да, ему не хватает, во-первых, мне кажется, физических каких-то кондиций и не хватает хороших атак. То есть, ну, возможно, это, знаете, из-за недостатка опыта ему не хватает уверенности. То есть, может, он чуть-чуть не верит в себя, но, я опять же говорю, то есть, в таком возрасте попасть на такой серьезный турнир, это очень большая у него ответственность. Ну, а с точки зрения, Артем, наличия вот в арсенале технических приемов, у него достаточно этих приемов для того, чтобы, как бы, поставить соперников в дискомфортное положение? Еще нет, ну, опять же, вы понимаете, то есть, уровень соперников, то есть, если у него эти приемы проходят на тренировках, проходят на каких-то небольших соревнованиях, то здесь ниже чемпионов России никого нету. То есть, они уже, видите, все схватки, они равные по себе, то есть, борьба идет достаточно вязкая, то есть, нету быстрых побед. Потому что все ребята, они, в принципе, очень равны. Тут предсказать победу у каждого, ну, очень тяжело, у всех. Вот, и, опять же, то есть, были какие-то заготовки, которые он готовил, но их просто, ребята, такой уровень, их сразу видят, и тяжело это. Сложно противостоять, конечно, конечно. Конечно, для него это... Ну, тем не менее, Артем, мне показалось, что все-таки у человека потенциал, не имею в виду, а Моната есть, и весь резерв. Потенциал у него есть очень большой. Дай Бог, чтобы вы нашли возможность этот потенциал раскрыть полностью, целиком. Да, будете стараться, я думаю, что это получится. Ну, а теперь то, что происходит. Мы видим весовую категорию 62 килограмма, и это последние схватки для Махача Магомедова, он в красном разгарде, и для Шамиля Газиева. Вот как вы можете прокомментировать? Здесь 6-2 уже, синий идет. Да, сейчас борец в красном занял позицию так называемого бэк-контрола, это контроль спины. Одна из самых высоко оцениваемых позиций в грэпплинг, но вот сейчас, видимо, завершилась, выиграл. То есть, если в отличие от вольной борьбы или от греко-римской борьбы, где позиция, когда ты отдаешь спину, считается как бы менее худшей, то есть, когда ты лежишь на спине, так называемой тушей, это считается проигрышом позиции, то в грэпплинге наоборот. То есть, позиция, когда ты отдаешь спину, считается опаснее, потому что с нее могут произвести болевые приемы. И затушить могут. Да, затушить могут, могут болевые на руки сделать там, разное. А когда ты лежишь на спине, наоборот, в бразильском джиу-джитсу это даже считается атакующей позицией. Вот, и как бы вот это вот отличие достаточно большое. Артем, вот завершительный турнир, мы поймем, что последний бой проведен. Церемония награждения планируют с организаторами? Да, на самом деле церемония награждения планируют, потому что как бы у турнира формат такой, выявить одного сильнейшего на мир, то есть это мы, это не календарное мероприятие больше, а, как сказать, такой турнир, не знаю, как. Ну, я так понимаю, что все-таки мы узнаем и мы получим. Я к чему я здесь спрашиваю, Артем? Мы получим возможность назвать победителей в каждой весовой категории, да? Да, конечно, мы это узнаем. Артем, скажи, пожалуйста, вот я обратил внимание, в весовой категории до 92 килограммов, так, Абдулла Исаев получил травму, что-то у него там сгоняя топом, как у него сейчас там ситуация? Ну, вот сейчас не знаю, сейчас его отвезли в больницу, ну, скорее всего, там растяжение, наверное. Ну, я думаю, что в этом виде спорта, как и во многих других контактных видах спорта, вот такие травмы, они неизбежны просто. Конечно, да. Всегда узнать таких видов спорта, спортсмены выходят, у них всегда есть какие-то микротравмы, то есть полностью выйти без травм, выходить, это очень тяжело, то есть постоянно у тебя либо растяжение, либо вывихи какие-то, то есть выйти на... Даже на такой уровень соревнований спортсмены всегда выходят с какими-то травмами. Да, ну, помимо того, что нужно научиться правильно падать и максимально делать все для того, чтобы этих травм избежать, нужно все-таки иметь в своем арсенале такое качество, как выносливость, да? Вот посмотрите, сколько, 19-30, тоже аманат возьмем у вашего ученика, да? Четыре поединка, три пока еще провел, вот, четвертый. Вот каким образом, как вы его настраиваете, что ли? Может быть, у него есть какие-то тайны, секреты? Я люблю покушать, там, допустим, ко мне, у меня есть силы. Ну, это, в принципе, правильно. Но ты не будешь сидеть после каждого поединка, после каждой схватки и кушать? У вас есть какие-то... Нет, ну, конечно, есть, конечно, специальное питание есть, спортивное питание. То есть те же самые аминокислоты, они... Победа по тем же самым, сразу после взвешивания. Ну, тут еще, кстати, отличие у грэплинга. То, что взвешивание спортсменов происходит в день поединков. То есть, например, в том же ММА спортсмены взвешиваются за день. То есть, у них они ночью могут восстановиться, покушать, и утром они со свежими силами вступают в поединки. В грэплинге такой возможности нет. То есть, они взвесились, и буквально через час начинаются схватки. То есть, спортсмены уже выходят достаточно измотанные. А можно ли, кстати говоря, измотанностью, вот так, как реализовали состояние спортсменов, можно ли измотанностью объяснить то, что вот сейчас все больше и больше схваток заканчивается досрочно? Ну, конечно, можно, да. Ребята у всех, как сказать, разный уровень физической подготовленности, и поэтому, мне кажется, да. Потому что концентрация не у всех одинаковая. Да, у всех следовательствоваться, собраться. Вот, Руслан Магомедов одержал досрочную победу. А нет, вышел на следующий поединок его соперник, Абдул Хамидов, сам вес до 66 килограммов. Артем, я попрошу вас, пожалуйста, покомментируйте вот так вот немножко то, что будет происходить так, как нужно комментировать грэпплинг с точки зрения человека, который находится в теме, который знает всю терминологию, так сказать, все правила и нюансы этого вида борьбы. Ну, в грэпплинге борьба начинается всегда со стойки. Также любое действие, переводящее в партер, оценивается в 2 балла, кроме высокоамплитудных бросков. Если бросок был произведен с большой амплитудой, соперник подает на спину, то это оценивается в 3 балла. Вот. Вот сейчас пока... Пока действий еще не было таких, оцениваемых, да. Ну, пытаются, ребята, вот как бы они... Вот здесь можно, как бы, говорить уже и об осторожности. Да, слишком много, как бы, уже на кону лежит. Разыгрывался Путевкин, чемпионат мира из Виндзина. И каждый день такие соревнования проводятся. И не везде далеко. Затишье какое-то, да, на спортивной арене, на площадке. Вот, сейчас была попытка прохода в ноги. Ну, борец с синим накрыл, защитился. Дает предупреждение синему за пассивность сейчас рефери. Кстати говоря, сейчас вот в грэплинге очень много следят за пассивностью спортсменов. Потому что, так как вид спорта новый, очень много спортсменов, приходящих из других видов борьбы. И, вот, например, вольные борцы, когда делают проход ноги, пытаются, так сказать, сушить схватку. То есть, они держат позицию и не дают работать. И поэтому, вот, как бы сейчас во всей Российской Федерации грэплинга за этим судейские судьи очень сильно следят за тем, чтобы борцы, те, кто находятся сверху в партере, проявляли больше активности. Чтобы, ну, схватка была, смотрелась интереснее. Артем, я обратил еще одно внимание, одно обстоятельство. Так что, вот, на этом турнире судьи очень серьезно относятся к амуниции, к одежде, к форме спортивных спортсменов. Если что-то не так, заставляют, значит, что-то там переодеть и так далее, и так далее. Насколько это серьезно? Это насколько-то оправдано? Нет, ну, это есть правило, которое едино для всех. То есть, чтобы, мне кажется, не возникало там каких-то разногласий потом. Как бы это и есть правило, и их надо соблюдать. Вы сейчас смотрите, что... Сейчас, да, так называемая гильотина, да, удушающий прием идет. Пройдет? Как вы думаете, Артем? Не знаю, мне кажется, уже нет, если честно. Ну, хотя, вот он, если он прихватил ногу, мне кажется, борец с ним контролирует захват. И сейчас, да, вот он ушел из него. Да, так и есть, высказнул буквально, да. Вот, и смотрите, сразу он пытается сделать контратаку, забрать спину. Вот, но не прошла у него, он сейчас, получается, позиция снизу в гарде работает. Красный активнее? 3-0 ведет борец в красном. Вот, посмотрите, сейчас только мы видели, что красный проводит, как бы, достаточно серьезный прием, удушающий в данном случае, да. И, тем не менее, 3-0 в его пользу. И, тем не менее, рефери говорит о том, что активнее, активнее. Ну, куда же активнее? Вот, посмотрите, он, по-моему, даже не останавливает постоянное движение, постоянное поиск. Ну, я, опять же, говорю, это вот такие правила сейчас, которые обязуют борца сверху работать. Потому что борец сверху ведет по баллам, 3-0. То есть, ну, в принципе, ему выгоднее сейчас отдохнуть, чуть-чуть придержать схватку во время. И судья все время его активизирует. Потому что, если, например, он будет так пытаться эти баллы удержать, просто находясь сверху, ему будут даваться штрафные баллы. То есть, он, опять, вот сейчас он опять пытается провести удушающий. Но это уже не гильотин, это уже дартс он пытается сделать. Вроде бы, вот, опять же, большое разнообразие болевых приемов. Ну, наградили, его вознаградил рефери с зачетными баллов, 2 очка отдал ему. Потому что опять была попытка. А, сейчас, я не понял. Наверное, за попытку удушающего. Да, да, попытку удушающего, конечно. Скорее всего, да. Вот сейчас синему дали за балл, за пассивность красного. В принципе, с тактической стороны, борец с красным делает все правильно. Он ведет 4-1. Ему торопиться некуда. Он спокойно дорабатывает свое время. Борцов с синим сейчас надо активизироваться. Ну, я не знаю, позволит ли это красный, борец в красном. Потому что, как бы, хотя, вот смотри, синий опять попытку удушал, удушить немножечко, да? Ну, да, ну, мне кажется, тяжело очень. Да, я думал, что все-таки дорабатывает красный уже вот эту схватку. Просто как бы, ну, просто дорабатывает. То отдыхивает на нем, на своем сопернике, да? 30 секунд, ну, сейчас дадут еще один балл за пассивность, наверное, красным. Ну, это будет счет 4-2. И на этом, наверное, схватка закончится. Ну, мало что изменить, конечно. Поэтому чувствует это. Вот, я как говорил, еще один балл за пассивность дают синему. И на счете 4-2, скорее всего, эта схватка завершится. Время. Да, друзья мои, схватка завершена. 4-2 победа красного спортсмена. Мы у нас спортсмены в красном разгарде. Ну, совсем немного времени осталось до завершения нашей трансляции в прямом эфире. Мы сейчас смотрели, у нас там осталось, по-моему, в районе пяти схваток. Да, да, вот так что не очень много. Тем более, не исключено, что какие-то из этих схваток или одна хотя бы могут иметь шансы завершиться досрочно. Посмотрим, не будем загадывать. Вот победитель, все четко. Спрашивают, все нормально, все в порядке, как чувствуешь. Ну, я же говорю, что, ребята, соперничество только между собой распределяют на спортивной арене, а вне ее совершенно дружеские отношения. Категория 66 килограмм мужчины вызывается. Хорошо общается между собой. Кстати, сейчас вот будет бороться Зайнуков, Зайнудин. Это заслуженный мастер спорта по грэппингу. Он у вас там. Да, чемпион мира, да. Заслуженный мастер спорта, конечно, за победу на чемпионатах мира дают заслуженный. Он прямо три раза чемпионат мира выигрывал. Даже вот так вот. Вот он, Зайнуков, Зайнудин, представляющий Северо-Кавказский федеральный округ. Ну, по-моему, я смотрел сегодня, он, честно говоря, не помню, но одну складку он точно выиграл, досрочно. Ну, и проигрывал тоже, могу вам сказать это точно совершенно. Вот посмотрим, чем это завершится. Вот скажите, Артем, а вот согласно рекламе тут турнира, ну, если у человека, у людей одинаковое количество побед, может же быть такое, да? Да. То какие показатели будут входить в силу? По круговой системе, смотрите, тут считается еще, есть такое понятие, квалификационные очки. То есть, например, если человек выиграл схватку болевым приемом, ему дается пять квалификационных очков. Вот. А если он выиграл схватку по баллу, то всего три. То есть, при равном количестве побед у них может быть разное количество квалификационных очков. Вот. А вот ситуация была, Артем. Объясните, опять-таки, для того, чтобы небольшой ликбейс, прошу провести. Вот был в одном из поединков, в одной из схваток, счет равный. Пять-пять. Да. И при этом счете победа по баллам была отдана одному из спортсменов. Почему? Ну, во-первых, это, наверное, скорее всего, произошло по качеству баллов. То есть, один борец мог выполнить, например, два действия, которые, одно из них оценилось в три балла, другое в два и набрал пять баллов. А другой борец мог сделать два раза по два балла и один раз один балл он набрал. То есть, считается тот, у кого были эффективные действия. Так, я так понимаю, что одному из участников данной схватки сейчас оказывалась небольшая медицинская помощь. Напоминаю, Магомед Расул Магомедов в красном разгарде, его соперник Зайнудин Зайнуков в синем. Весовая категория до 66 килограммов и во многом она может стать определяющей в конечном итоге выступлений вот этих двух атлетов, этих двух борцов. Смотрим внимательно, не без помощи Артема Рогова. Ну, конечно, Артем будет давать комментарии в том случае, когда на то будут основания. Пока что идет разведка боем, да? Насколько вот важно понять. Хотя, в принципе, ее обиждет, что большинство соперников друг с другом встречаются здесь не первый раз. Ну, конечно, да. Тут конкретно этих я не знаю. Ну, не конкретно, а в общем и целом, конечно. Вот пока что в стойке, в поисках позиции удобной, захвата удобного. Да, сейчас идет борьба за захват. Хорошо перевел. Зайнуков хотел бы, да, активизировался немножечко. Но все это не оценивается пока, с зачетными баллами. Ну, пока нет еще позиции. И позиции, и действия показывают, что по большому счету только попытки. Ну, сейчас видно, что действия делает Зайнуков, Зайнуки. Не задушило бы, мне показалось, что он стукнул. Вот сейчас два балла судья может дать. Заперед в партер уже. Не, ну, за... Зайнукова. Все? А, не, он показывает тайм-аут. А тайм-аут? Судья не останавливает, но... А так можно тайм-аут? Ну, нет. А вы знаете, вот у него дискомфорт, Артем был там что-то, то ли губа, то ли язык, он что-то там, ну, в общем, короче говоря, дискомфорт с губой. И он, да, вы видите, еще в предыдущем поединке. Не, 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 вы знаете, тут, наверное, тут, на усмотрение судьи, ну, возможно, тут шел удушающий прием, конечно. Такая позиция, и, мне кажется, опасно здесь останавливать. Потому что, ну, судья посчитал, что ему виднее просто, он был ближе, на самом деле там не было удушающего. Вот, ну, там... Ну, 5-0 должен быть счет, да, сейчас. 6-0. А, 6-0, да. 6-0 дают 6 баллов сразу же Зайнудину Зайнукову. Ну, преимущество, которое, ну, даже вот поначалу, по прошествии полутора минуты этой схватки, не вызывает у меня личные сомнения. Да. Ну, опытный мастер, конечно. Зайнуков. Зайнуков продолжает. Наращивать давление на своего соперника, на своего оппонента, и ждет момента для того, чтобы произвести полезное действие. Есть, извини. Есть. Так называемая позиция халфгарда сейчас. А вот Зайнуков прошел ее. Вот опять борцы встали в стойку. Передина. Передина. Контакт. 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 Борцу в красном надо сейчас активизироваться, ему надо работать, надо пытаться делать действия, проходить ноги. Да, времени остается все меньше и меньше. Ну, вот, судя по картине борьбы, вот я сейчас смотрю, и Зайнуков и в партере, и в стойке. Превосходит. Превосходит, да. Поэтому, может быть, даже с тактической стороны борцов в красном не надо было вставать на ноги, потому что сейчас, если он попадет в партер, как это происходит, баллы начнут сданы. Вот сейчас опасная очень позиция. Может отдать спину он, и еще 4 балла. То есть, 2 балла, я не знаю, почему судья не дал сейчас, потому что 3 секунды в стойке они отстояли, а вот дал 2 балла. Нет, больше. 2 балла, а вот сейчас 4 балла еще должны дать, 12-0. Да, ну, тут понятно. Есть и тенденция, что либо за явным преимуществом, да, срочно этот завершится поединок. Ну, есть такое у меня ощущение, потому что, ну, Зайнуков мастер, да? 15-0, да, это явное преимущество, схватка останавливается, ну, тут еще удушающий, может быть, опять. Да, да, и удушающий, может быть, во всяком. Зайнуков тут доминирует, вне всякого сомнения, в одни ворота. Вот что значит большой мастер, смотрите, опять опасно. Ну, задушит, не здесь он задушит, мне кажется. Сейчас, да, вытащил, да. Ручку поставить как нужно, и мне кажется, придушит он его. Ну, вот, сейчас он... Позиция, в вашем случае, у Зайнукова просто идеальная. Да, видите, укатывается за ковер, ну, судья не остановит схватку, потому что это опасная очень позиция. Схватка не остановится. Ах, как он вырвался, да. Да, ну, честь и хвала Магомеду, Магомеду Рашуу за это, да. Сейчас вернутых на центр. Так называемый restart position будет. Просит судья привести в порядок. Амуницирую, да. Ну, 50 секунд, конечно, единственная надежда у борта в красном, это произвести какой-то болевой прием. Ну, Зайнуков чувствует себя достаточно спокойно и уверенно, да. Ну, конечно, 13-0, такое преимущество, неотыгрываемое за 50 секунд. Ну, тут, тем более сейчас есть шансы увеличить этот разрыв. Смотрите. Ну, в плане баллов, скорее всего, он его уже не увеличит, потому что, я вам объясню, он забрал максимальную позицию по баллам, это бэк-тейк, спину, то есть, чтобы отчет баллов начался заново, там есть определенные условия. Они либо должны встать в стойку, либо это должны они попасть в позицию закрытого гарда, либо, вот, борец в красном должен сделать так называемый sweep, это переворот, то есть, перейти в выгодную позицию. Ну, судя по всему, ничего из этого не произойдет, поэтому, мне кажется, до конца схватки счет останется таким же. Да, действительно, все идет к этому, Артем. Все идет к этому, и Зайнуйдин Зайнуков выходит победителем из этой схватки, выиграл уверенно, спокойно, солидно, весомо. Авторитетный, если хотите. Проезд попал, подержал Зайнуков, Зайнуйдин Зайнуков, Зайнуйдин Зайнуков. Вот сейчас, по-моему, я там смотрю, идет Гавриков Романовым будет делать схватку в 92 килограмма. Через одну... Нет, сейчас уже, по-моему, схватка в 92 килограмм будет. Категория 92 килограмма мужчины вызывается Гавриков Роман, Березовчук Ростислав. Тоже очень опытный парень.